Подходим к центру Ришина, но он не наша цель, наша цель показать вам дома. Видите там, уже высотки стали появляться на горизонте. Когда-то их, 10 лет назад их не было, в Памине там была старая автобусная станция. А вот этот дом, который слева, высокий, белый, это дом престарелых. Здесь в основном находится выход из бывшего Советского Союза. Каждого по однокомнатной квартире, по двухкомнатной. Себе что-то представляет, типа, если кто-то знает это слово на русском языке, комната гостиничного типа, гостинка по-русски говоря. Вот подошли ближе, меня тут поправили, что это не дом престарелых, а социальное жилье, если быть точнее. Что дом престарелых это там, где уже все, типа что-то в больнице. А это, да, может быть и правильно, это и социальное жилье. То есть люди здесь живут со своими сверстниками и не скучают. Значит, на какие деньги они живут? Они, то, чтобы получать пособие от государства по старости, они отдают владельцу этому дому и за счет этого и живут до конца своей жизни. Вот это подошли прямо к этому дому престарелых или социальному жилью и аж прям голова закружила. Сколько здесь этажей-то? Ну, этажей 20 с чем-то, наверное. Видите, окна открыты. Даже что-то там подушки сушатся, точно. Продолжение следует...